Тормка, друзья, предлагаю вам посмотреть очень крутой матч, который прошел в рамках крупного турнира по замечательной стратегии Варкаров 3 с призовым фондом 5000 долларов США. TP League Монсли Сезон 2, Кауров стартует сверху слева и TH30 стартует снизу справа под никнеймом Egg. TH30 с китайского, если не ошибаюсь, это означает 3 яйца или что-то в таком духе, поэтому как бы его никнейм такой неудивительно. Вообще это игрок за альянс, исторический, это один из самых успешных игроков за альянс в истории третьего Варкрафта, но тут он играет за орков, сейчас он уже не играет профессионально, больше играет по фану, развлекает зрителей и при этом организовывает турниры и часто играет за разные расы, поэтому время от времени он принимает участие на турнирах и на них он может играть абсолютно разные вещи. Вот пожалуйста взял орков, орков еще и к тому же против эльфов, что кажется немного опасно, скажем так. Как бы то ни было, он берет мастера клинка, Кауруфу это самый крутой игрок заночных эльфов из Китая, один из самых крутых в мире. Берет он своего сигнатурного демонхантера, дождался того момента, когда наконец-то охотник на демонов станет чрезвычайно полезным и сильным героем и теперь берет его просто на постой, потому что он его обожает как раз больше, чем любой другой игрок в мире, наверное. Ну по крайней мере среди профессионалов уж точно. Вторую землянку ставит Тейдж, явно собирается сделать побольше бугаев, потому что он знает, что там не хранитель рощи, соответственно не стоит бояться корней, поэтому можно играть бугаями, но тем не менее все равно нужно быть немного аккуратнее. Магазин ставит, собирается явно что-то там покрепить, потом продать цветок телепорта, купить расходники и дальше уже наверное побежать в магазин, покупать венец богородства. На первом уровне прокачал иллюзии, дамы и господа, на первом уровне прокачал иллюзии для того, чтобы танковать урон. Визм наверное это рассеет, нет? Нет. Обратите внимание, кстати, что иллюзии наносят урон, это изменение последнего патча, который вышел пару месяцев назад, теперь иллюзии наносят немного урона, раньше они вообще этого не наносили, теперь они немного урона могут уносить. На первом уровне прокачать иллюзии, это конечно любопытно, посмотрим как это будет работать и посмотрим насколько это полезно. Венец богородства, абсолютная фантастика, как раз то, что надо. Тут же с другой стороны, понятное дело, через жар играет каурфу. Венец богородства, перчатки скорости, в принципе окей артефакты, венец богородства хорошо, перчатки скорости норм. И уже взял второй с половиной уровень, а там тем временем TH, ему надо забрать еще какую-то одну точку для того, чтобы поднять второй уровень. Опять же вызывает иллюзии, почему он это делает, чтобы иллюзия танковала урон, чтобы бугаи и герой не теряли свое здоровье, и соответственно страдали исключительно только иллюзии, юниты призывные, чье хп абсолютно не страшно терять. И вот пожалуйста уже, фу, хпшная армия, туфли ловкости, отличные артефакты выпали. Там же тем временем почти третий уровень взял, с этой точки как раз будет третий уровень долгожданный. И дома есть колодцы для того, чтобы восстановиться, поэтому в принципе нормально, туфли ловкости, хороший артефакт, потому что дает дополнительный урон. Отправился на следующую точку, проверил, есть ли дополнительная база TH, просто крипит золотую шахту, опять венец богородства, обоим игрокам очень сильно везет на артефакты. Прямо очень сильно, тут нажал Т2, тут тоже нажал Т2, примерно одновременно выкапывается древо войны, явно собираются, например, подняться на лабораторию для того, чтобы легче было крипить, или возможно просто встать в проход для того, чтобы не дать возможность заходить внутрь. Внутрь. Сам это время крипит центр, играет через второй жар, так что бугаям должно быть немного страшно, заранее ставить землянку. Интересное решение. Скоро будет третий уровень, очень крутые артефакты, просто фантастика, я так понимаю на рынке он купил еще один венец благородства или туфли ловкости. Хотя нет. Или да, подожди. Не, ему выпал скорее всего венец благородства или он что-то продал. Но как бы то ни было, артефакты просто фантастические, невероятные абсолютно. Тут тоже, в принципе, очень хороший артефакт, он, я так понимаю, в магазине купил венец благородства. Оба игрока хорошо зарядили своих героев, а вы можете хорошо зарядить этот ролик своей поддержкой, если вы поставите палец вверх, напишите комментарий, подпишитесь на канал и прозвените в колокольчик для того, чтобы продвигать третий варкрафт. Нас немного, но вы делаете все возможное, чтобы нас ставало больше, поэтому спасибо огромное за то, что смотрите и приятного вам просмотра. Оба героя получили третий уровень, пытаются поставить дополнительную базу, и я очень сильно сомневаюсь, что он это сможет сделать, если честно, но посмотрим. Дом вождей строится очень долго, окружать демонхантера со вторым жаром бугаями, это та еще запара, слишком много урона будешь получать. Вы просто посмотрите, как горит бугай, вы просто посмотрите, как уменьшается его здоровье, ну и да, база отменена. База у орка очень долго строится, поэтому ее строить всегда та еще проблема. Shadowhunter вторым героем, тут же пока никто вторым героем, может быть кого-то вот здесь вот возьмет, не зря же он стоит под таверной, может быть это будет панда, может быть это будет нага, может быть это будет нага или панда, реально. Самый вероятный вариант, это вряд ли будет бисмастер. Прикольная прокачка, да, у TH, то есть иллюзия и вторые криты без винволка играют, какой-то прям новый билд. Поглядим, как оно будет. Нет, все-таки бисмастер, интересно, он что собирается через Древо Петров играть? Нет, это игра через Древо Мудрости, но с бисмастером оба игрока практикуют какие-то новые билды. Потому что бисмастера обычно берут под друидов ворона. Тут же немного другая ситуация, большая банка здоровья. Видимо он взял бисмастера для того, чтобы у Саммон, чтобы легче было пушить дом вождей, не дать возможность орку ставить дополнительную базу, я так понимаю. Хекс, но все равно отменяет. Неприятная история для орка. Но с другой стороны, а что сделаешь? Ой, может быть окружение будет? Хекс, да, окружение. Придется телепорт ждать или посох телепорта. Скорее всего свиток телепорта, потому что хексом мы бы ему посох сбили, скорее всего. Ну, два раза отменили базу, неприятно. Там, правда, тоже строится древо жизни, но урона у иллюзии супер недостаточно для того, чтобы что-то здесь сделать. Башню ставят. Ну, придется вот это вот отменять как-то. Много урона нанесу. То есть у древа жизни не будет половины здоровья, что как бы, конечно же, хорошо. Ставят обитель духов, ему нужны шаманы, чтобы рассеивать Саммонов. Ну и какой же страшный демонт хантер с этим жаром. Это просто жесть. Ну, грубую силу прокачали бугаям. У них теперь много здоровья, больше урона. Ну, древо жизни построено. Вот в чем проблема, как бы. Интересно, что прокачает мастер клинка на четвертом уровне. Будет ли это вторые иллюзии? Будет круто, если это так сделает. Немного отойти, опять иллюзии. Сплитит урон. Пытается убить дриаду. Нет, ничего против дриад особо. Наоборот, это страшный юнит. Демон хантера пытается гонять. А, нет, подожди, есть охотник с оголовами против дриад. Нормально тогда. Ну, кто-то там умирает. Гоняет беста. Иллюзия гоняет беста. Страдает что мастер клинка, что демон хантер. Но большую банку здоровья прожимает не коры. И, в принципе, тут армию теряет каворфу. У него проблемы. Его стало очень мало. По лимиту. Прямо выглядит немного это страшновато, если честно. И вполне вероятно, тут древо жизни можно попытаться отменить. Но это будет дорого. Нам нужно это сделать. Раз победил сражение, нужно как-то этим воспользоваться. Плюс еще там виспы заказываются. То есть не воюют. Дерево. Наконец-то оно отменило виспа. И его жизни в итоге падает. А там тем временем ставится база. Но ее можно еще попытаться отменить. Хедхантера забрали. Раненый бугай пытается уйти. Базу в итоге отменили. Круто очень. Очень и очень круто. Моздриадами играет. У тебя была страдка. Т2 моздриады. С экспандом. Но экспанда больше нет. Поэтому есть проблемы. Без буга я забрал. Ну орк теперь хочет очень сильно базу поставить. И тогда у него все будет круто. Я очень хочу посмотреть прокачать ли мастер клинка на 4 уровне. Вторые иллюзии. Это будет офигенно. Зверинец для рейдеров. Против дриад. Хорошая идея. Понятное дело. Ну и просто сетка это отличный контроль. Потенциально кода можно заказать. Второй уровень у Джо Джо. Очень часто пользуются иллюзиями. И маны хватает. Опять же. Просто если ты будешь качать ивент волк и иллюзии одновременно. У тебя маны не будет хватать. Поэтому он играет только через иллюзии с критами. И в итоге маны у него в принципе хватает на иллюзии постоянно. И иллюзия это замена своеобразная. А также в том числе еще и волков у форсира. То есть иллюзиями можно разведывать достаточно бесплатно и легко. Вот он прибежал, посмотрел есть ли база. А без форсира разведка достаточно примитивная у орка. Робо майки выпало. Тут выпадает руны наручную. Такое себе на продажу. Абсолютно ничего не делает. База орка будет готова. У эльфа же ее нет. Возьмет ли? Возьмет четвертый уровень. И надеюсь он возьмет вторые иллюзии ради новизны, скажем так, хотя бы. А хочется восстановиться немного, конечно. Давай, возьми вторые иллюзии, бро. Блин, винволк взял. Ну ладно. А было бы прикольно, согласитесь. Но проблема иллюзии в том, что они опыт дают противнику теперь. Когда ты их рассеиваешь, это большая их проблема. Третий уровень у Джорджо. Второе лечение возьмет. Больше хэдхантеров, кода, шаманы. База есть. У эльфа базы нет. И это проблема. Ну иллюзии будет пытаться выиграть битву как-то. В принципе, может постараться. Лимиты достаточно равны. Проблема только в том, что бист вообще без здоровья. Лежа сиявания. Походу придется, да, он сможет уйти. Просто на стальных яйцах не нажал телепорт. Красава. Не потратил его. На омоложение восстановил много здоровья. Медведя не хватает маны на еще одно омоложение. А слишком далеко Джорджо для того, чтобы использовать Хекс. Колодцы пустые. Т3 сейчас будет. Медведи дополнительно заказывает. Выходит. В желтый лимит Кауэрфул. Сферу яда сейчас надо будет взять. У Кауэрфуа есть на это золото. Артефакты просто фантастические у героя. Сферу яда сейчас возьмет. Черепаху крипит тем временем Орг. Кольцо регенерации. Прикольно. Ястребля разведки. В принципе, неплохую работу делают. Ставят дополнительные землянки. Интересно, что именно землянки, а не башни. Мастерство медведей. Там вторые у вороты все-таки. У Тимон Хантера 20%. То есть каждая пятая атака промах. Это довольно внушительно, если будет нормально вести. Т3 в ближайшее время. И нанимает знахаря. Знахарь может побегать по карте. Ворды поставить. Все, при этом нанимает второго знахаря. Армию игрока атакуют. Красную точку крипит. Книга мертвых. Ну, учитывая, что там всего лишь шаман, то книга мертвых неплохая тема. Тяжело это будет рассеять. В прямом бою тоже можно будет использовать. Тут еще одну красную точку пошел. Весь стартовый урон. Будет иллюзия впитывать. Идеально для оркости что здесь будет. Плюс 5 сил, плюс 5 ловкости. Для мастера клинка абсолютно идеальный артефакт. Ну, и обратите внимание, везде ворды есть уже на севере карты. Легальный мопхак у орков. Так, и там выпадает когти плюс 12. Ну, сойдет тоже. Много урона. Плюс 30 к урону под барабанами. Берсерков качает. 59 лимитов на 68. Орка больше. Ну, посмотрим. Ставится стазисная ловушка. Мастерство знахарем качается. Иллюзия книга мертвых. Пытается это рассеивать шаманами. Что-то рассеял, что-то нет. Никора страдает. У него никакой защиты нет. Лечение шедоухантера. Очень много урона получает мастер клинка. Прям очень много. Стафы-перестафы. Старается что-то делать. Цветок исцеления. Четвертый уровень у Джоджо. Ну, мастер клинка живет на удивление. Бестмастер пытается уйти. У него тут что, слева пройти не может? Вроде как может. Бугаи потихоньку заканчиваются. Очень сильно страдает тут мастер клинка. Мало здоровья. Но он на винволке уходит. Получается, не зря прокачал. Просто для того, чтобы быть невидимым. Бедный демонхантер. Он может тут умереть. У него ничего нет. Став успел использовать. И спасает своего ключевого героя. Просто посмотрите на количество знахарей, друзья. Там три знахари. Там знахари больше, чем шаманов. На, использовал свиток. Медряды просто пытаются убежать. Дополнительную базу слева пытаются поставить. Ставят уничтоженные казармы. Потому что ему нужны охотники за головами. Еще при этом он не сделал берсерков, что немного неприятно. Медведя съел. И продолжает заказывать знахари. Это знахари массовые с мастерством. Которые будут ставить тотем исцеления. Стазисные ловушки. Но при этом против армии триад. Что, ну, немного странно. Если честно. Но против триад, в принципе, берсерки есть. Которые шикарно с ними будут справляться. А знахари это как саппорты такие. Которые против медведей помогают. И не только. Благословение природы. Прокачать кауэр. Фу, у него много дерева. Таурен третьим героем. Тавр тотем. Цветок телепорта использую. Подошел с жаром, чтобы атаковать рабочих. Агрессивный телепорт. Достаточно безопасный. Кода, кстати, есть, если что. Перевариваются два медведя. Поэтому, если их убить, выпадут два медведя. Без здоровья, правда. Но что поделаешь. На варде стоит, если что. Очень сильно, конечно, не хватает просвета эльфу. В такой ситуации, для того, чтобы просто варды искать. Типа вертолета какого-то и так далее. Ну, смотрим, как начинается. Випреи легко рассеивают. Сзади ставится тотем исцеления. Его быстро будут рассеивать. Хотя пока что не успевает. Не успевает контролить в общей суете. Очень много урона получает бессмастер. Темм исцеления все это время стоит. Реально. Должен выживать в радиусе. Ну да. Странная ситуация. Но, опять же, база стоит у кауэрфу. Его, в принципе, экономическая ситуация более-менее устраивает. Главное, эту базу удерживать. И богословение природы прокачать. У него дерево дофига просто. Примерно одинаковые лимиты. У медведей есть боевая форма. Вард стоит. Поэтому, если что, TH в курсе. Пятый уровень. Третий крит и себе прокачал. Мастер клинка. Ну, и теперь с помощью иллюзии он может сбивать себя фокус. С помощью винволка он может сбивать себе фокус. О, и кода сзади их могут перехватить. Но, блин, база падает. Ремонтировать бы. Да, вот он начинает ремонтировать. Плюс 36 к урону. Мастер клинка. Что это вообще такое? Так, статистная ловушка сзади сработала. Опять же, шикарно. Зашли просто. Моментально рассеяли. Стависную ловушку. Древо жизни падает. Нажимает телепорт и просто будет уходить отсюда. А снизу игрушечный дом вождей построили. И при этом, опять же, можно поставить тотем исцеления. Просто восстановить себе здоровье. Легко и элементарно. Один есть. С возможностью это сделать. Магазин бы тут поставить землянку, башни. Если оркс может удержать эту позицию, то у него все должно быть более-менее нормально. Статистная ловушка просто. Ну, статистная ловушка круто работает, сами видите. Как же долго это оглушение срабатывает. Опять же, если ты принимаешь позицию, потому что статистная ловушка через несколько секунд становится невидимой после постановления. И еще после этого нужно несколько секунд для того, чтобы оно сработало. Но если ты, опять же, стоишь в позиции, ставишь заранее, это очень круто работает. Тотем исцеления пытается спасти Кодо, но, как видим, круто очень контролит это Кауэрфу. Он не позволяет просто так стоять в тотему исцеления и рассеивает его. В принципе, эльфлут очень много, он выглядит сильным. Но поглядим, заработает ли он тут. Нет ни свитка телепорта, ни неуязвимость. Есть только стаф и посох телепорта. Если что, уйти может. Кстати, снова ловушку моментально рассеивает. Кауэрф взялся за работу. Пытается круто все контролить. У него просто отступает потихоньку назад и назад и назад. Медведями атаковать здание стрёмно, потому что у них шипы есть. Они будут уносить тонны урона просто. Хм. Ну, тянет время, тянет время. Так, стаясь на ловушку. Не успевает рассеивать. Оно такое чувство, что успеет сработать, не рассеяли все-таки. Успел. Ну, важно, правда, понимать, что у Тиэйша много кастеров, мало боевых юнитов. То есть у него ставка в основном на мастера клинка. И при этом нет мастерства у шаманов. Блин, это странно вообще, почему он не прокачал мастерство шаманам. Жажду крови давать. Ну, или хотя бы дополнительную ману. Там Деряды, конечно, которые будут снимать жажду крови, но все равно. Ну, и как страдает, там исцеление сзади. Некоторое время проработал. Мастер клинка на 20 хп уходит. Ну, не серябин волк качал, как мы видим. Очень сильно помогает в комбинации с иллюзиями. Ну, база выстояла у Тиэйша. Правда, тут кауэрфул сам свою новую базу поставил. Уже третью, получается, дополнительную. Вард. Чтобы видеть все подходы. В принципе, если так посмотреть, у Тиэйша шикарный контроль карты. Посмотрите. Северные. Все подходы к своей базе контролируют. Абсолютно все. Неожиданная атака не будет. Отстраивает зверинец. Наконец-то мастерство шаманам. Улучшение на атаку берсеркам. Надо сделать коду. Моментально это делает. Ну, там есть важный момент. Это мастер клинка приближается потихоньку... Точнее, демон хантер приближается потихоньку к шестому уровню. Мастера клинка шестой уровень не настолько важный, как у демон хантера. У демон хантера это буквально поворот всего матча. В то время как ультимейт мастера клинка, ну... Он может зайти, а может и не зайти. Скажем так. Все зависит от ситуации. Ну что, что здесь нововушку поставил? Она теперь должна сработать. Если будет атака мощная, а атака мощная будет. Правда, виспы могут ее активировать. А, смотрите, видите, взрывает. Да, хорошо очень взрывает. Здесь нововушка там, правда, все еще есть. Тавер тотем подставляется. Много урона получает. Так же, как и мастер клинка. Стенки просто особо нет. Второй уровень у Таурена, но он все-таки погибает. Очень мало хп. Так же у мастера клинка погибает так же еще бестмастер. Но он тут не особо важен. Даже возможно, возможно. Хорошо, что он умер, потому что демон хантер будет получать больше опыта. И он, возможно, раньше поднимет шестой уровень. Опять же, сзади тотемы исцеления. Пытается это как-то снять, рассеять. Они все стоят и стоят. Наконец-то сняли. Мне капец мастер клинка. У, статистного в ушках, конечно, сработало. Просто все оглушено. Кода пытается убить. Блин, почти шестой уровень. Кто угодно умирает. Есть шестой уровень. Все, метаморфоза поехала. Поехала. Хаос урон по площади. Дополнительные 500 здоровья. Кода пытается кого-то кушать. Ну, потихоньку что-то забирает. От того, как кода можно забрать, я думаю. Блин, Дряда бы еще атаковала для замедления. Вот так вот, да. Лечение. Пытается кода спасти. Правда, там уже плохая позиция какая-то у эльфа. Мало, правда, хп у мастера клинка. Можно пытаться его забрать. Он на винволке уходит. Иллюзию забирает. А тем временем база стоит. В итоге орк отбился. Вот этими всеми кастами. Он неплохо так справляется. Метаморфоза сейчас закончится. Да, я в итоге просто убегает. Башню ставят на вражескую базу. И тут еще базу ставят. А нет, это башня. Чтобы контролировать базы. Кауэрфу так и не прокачал богословение природы. Поэтому его древо вечности будет идти в вечность. Прибежал просто убить рабочих. Они успели попрятаться. Только одного убил. В данте время атакуют единственную оставшуюся базу кауэрфу. Ну и в итоге получается у эльфа 0 баз. У орка как минимум 1. Вторая тоже еще долго будет работать. Я не думал, что она просто скоро закончится. Но нет, она еще долго будет работать. У орка 79 лимита. У эльфа 52. И нет добычи золота вообще. И метаморфоза на перезарядке. Бисмастер, правда, вернулся. Пытается эту базу убить. Но снизу же еще база есть. И орк такое чувство, что согласен на размен. Светок телепорта есть. Не хочет нажимать. Решил уничтожить колодца. В принципе, у него база снизу есть. И его это устраивает. Магазин он устраивает. Древо вечности идет. Потихоньку. Ну, в принципе, базу вправо действительно убил. Шестой уровень у мастера клинка. Все под жаждой крови. Дрят недостаточно много, чтобы прям все рассеять. Топот. Ого! А! Став! Ну ты туда же! Мейн же штук. Умирает главный герой. Нет армии. Кауэрфу сдается. Ти-Эйдж выигрывает. Очень оригинальная стратегия. Бои через иллюзии на первом уровне. И дальше выход в ума за нахерей. На турнире за 5000 долларов на секундочку. Два раза отменял базу противнику дополнительную. И это в итоге сыграло злую шутку с Кауэрфуом. Потому что у него не было золота сравнительно. Вот такой вот матч. Надеюсь, вам понравилось. Спасибо большое, что были со мной. Всем до встречи и удачи! Субтитры сделал DimaTorzok